Джазовая певица Эда Магнесон открыла культурную часть Дней Швеции в регионе. Она не только поет, пишет музыку, но и снимается в кино. И обычно ее гастрольный маршрут проходит по городам Европы, а вот в Самаре впервые. О впечатлениях от города на Волге, русской классике и культуре таких разных стран актрису после концерта спросила Татьяна Пудова. В Швеции Эду Магнесон любит запоэтичные баллады. Этот вечер в Самарской филармонии она посвятила исключительно собственному творчеству. Содержание и формат вечера – камерность. Минимум визуальных эффектов, никаких вычурных нарядов. Эда сразу как бы обозначает – все будет по-настоящему, скромно, но с идеей. Эда родилась на юге Швеции в семье медиков. Сама пишет тексты, играет на рояле, поет на родном языке и английском. В одном номере она может объединить разноплановые композиции и удивительно быстро поменять настроение. Элементы джаза, блюза и поп-музыки. Признается, любит и ценит русскую классику и то, что можно услышать на шведских радиостанциях. Группа «Тату» – это, наверное, единственная более-менее современная группа, которую я знаю. Это «Тату». В Швеции достаточно мало современной русской поп-музыки, так что я больше слушаю классическую русскую музыку. Ее концерты всегда представление, причем сценарий вечера заранее никогда не пишется. Самарцам шведская сторона подготовила еще один подарок – проект. Не каждый в Швеции ест фрикадельки, которые можно увидеть не в галерее, а прямо на остановках города до 10 ноября. И лекции о различных аспектах жизни королевства в музее «Модерна». Семинар по поводу культуры, по поводу истории. И мы хотим представить современной Швеции. В рамках Дней Швеции в Самарской области запланирована не только культурная, но и обширная деловая программа. Татьяна Пудова, Егор Майор, Новости губерния.